Экология на территории закрытых угольных предприятий под контролем об очагах горения на четырех породных отвалах ликвидированных шахт Юршор, Южная, Центральная и Октябрьская специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора сообщили в Министерство энергетики России. Из Москвы прибыла специальная комиссия для обследования очагов возгорания и проведения экологического мониторинга. Подробности далее. Последствия вредного влияния от горных работ устраняются с помощью рекультивации. На всех ликвидированных шахтах Воркуты такие работы выполнены полностью в соответствии с проектами. Об этом говорит документация. Но есть ряд причин, которые способны, так сказать, зажечь отвал. Например, жаркая или сырая погода. Также и санкционированный забор породы с места рекультивации. Имеют место случаи возгорания даже не только вновь сформированных отвалов, но и отвалов, которые сформированы достаточно давно. Скажем, к нам в институт были обращения администрации по Ростовской области, что были предложения о создании опытной промышленной площадки на базе одного из возгоревшихся отвалов до 1941 года. То есть шахты были закрыты до 1941 года. То есть в 20-30-х годах формировались эти отвалы. На бывшей шахте «Центральная» в 2007 году рекультивировали три шлама от стойника, столько же природных отвалов и промышленные площадки. Однако один из участков сейчас представляет собой изрытую площадь, где видны следы забора шлама. Изменены параметры породных масс и на других территориях, что и послужило причиной возгорания. В основном доля площадей горения незначительна, до 5%. В районе бывшей шахты «Юршор» около 20%. Специалисты отмечают, ситуация в Иркуте не вызывает опасения. Картина в Иркуте с вопросами возгорания отвалов, я бы сказал, не самая плохая или катастрофическая в регионах. В других, там, где ведутся работы по ликвидации экологических последствий закрытия шахт, допустим, в Ростове, в Кузбассе ситуация намного хуже, чем здесь. Я считаю это как раз то, что здесь есть еще и работают профессиональные специалисты, которые вовремя выполняют мониторинговые работы, профессионально работает Ростехнадзор. Вовремя выявили эти факты, потому что очень важно, чтобы не было широких возгораний и значительных по площади. Поэтому это залог того, что нам удастся, думаю, своевременно принять эффективные меры для нейтрализации и ликвидации таких возгораний. Основная цель работы комиссии – определить, каковы масштабы возникших возгораний и принять решение по исправлению ситуации. Факты не есть, но надо разбираться, какие условия возникновения, какие могут быть факторы, которые предопределят или их вообще стагнацию, или наоборот не могут возгораться. Тем не менее, одного визуального обследования недостаточно для заключения об опасности возгораний и их влиянии на окружающую среду, отмечают специалисты. Поэтому изучение ситуации продолжится.